Здравствуйте, приветствую вас на YouTube канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Сегодня мы с вами поговорим о такой группе нижних растений, которые называются лишайники. Вы видели этих красавцев на своих плодовых деревьях. Мы поговорим о том, чем они мешают плодовому дереву и как от них избавиться. И почему это важно. Давайте будем разбираться во всем аппаратах. Ну, во-первых, вы видели лишайники. Такие, как бы лежит веточка, вся такая покрытая, зеленым, в данном случае зеленым, но она может быть покрыта сероватым типа налетом, может быть красноватым налетом покрыта. Это лишайники. Это лишайники, которые поселяются на плодовых деревьях. Вы удивитесь, но знаете, что лишайников существует 40 тысяч видов. И они распространены от Арктики до Антарктики. То есть там, где даже никогда не бывает вечная мерзлота, никогда не бывает там тепла, они тоже существуют, они тоже там живут. Конечно, вы видели их на своих плодовых деревьях. Видите на плодовых деревьях, они покрывают веточки, они покрывают стволы, и многие просто садоводы вот так смотрят равнодушно, ну, растет и растет. Вред в чем заключаться? Ну, во-первых, если вы знаете с уроком ботаники, помните, любая кора имеет дыхательные окошечки, которые называются чечевичками. Имеются чечевички. Так вот, лишайники покрывают эту кору, значит, перекрывают эти чечевички. Перекрывают эти чечевички, значит, воздух уже, как бы, сам этот побег поступает слабее. Поступает слабее воздух, и, соответственно, рост плодового дерева замедляется. Вы замечали, что деревья, которые имеют, значит, покрытые лишайниками, плодят слабо. Они и растут слабо, и плодят слабо. И никакие подконки здесь не помогают. Далее, лишайники не настолько безобидны на плодовом дереве, как вам кажется. Ну, во-первых, лишайники продуцируют различные кислоты. Что делают эти кислоты лишайниковые? Они просто-напросто вот эту кору размягчают, и лишайник питается соками вашего плодового дерева. Это раз. Ну, во-вторых, представьте, что постоянное действие кислоты на кору дерева тоже сказывается очень неблагоприятно. Они как бы, возьмите даже на палец любую кислоту, несите на кожу, увидите, как это самое сразу, это будет болезненно. Тоже самое, такую же болезнь мы создаем постоянно нашему плодовому дереву. И далее, следующий такой интересный момент, что все лишайники могут улавливать из воздуха тяжелые металлы. Ну, это как кадмий, это ртуть, это свинец. И вот они накапливают эти металлы, и вот этими тяжелыми металлами они делятся с нашим плодовым деревом. Ну, конечно, в кавычках делятся. Эти тяжелые металлы поступают в плодовое дерево, и соками оно разносится по всему растению, в том числе попадает в плоды. То есть качество наших плодов ухудшается, и виноваты здесь лишайники. Но это промой вред от лишайников. А косвенный вред заключается в том, что лишайники – очень благоприятная среда для различных вредителей и спор болезней. Ученые подсчитали, что около 400 видов вредителей, то есть, если брать это самое, беспозвоночных животных, живет в заростях лишайников. То есть они служат прибежищем. Что это такое? Ну, некоторых вы, конечно, знаете. Я называю самые известные. Это клещи, это щитовки, это цикады, это ногохвостки, это жужелицы и целый ряд других. Не забываем, что если лишайники сильно разрастаются, значит, там находят пристаниши не только яйца-вредители, которые откладывают их на зиму. То есть насекомые чувствуют, что в лишайниках, зарослях эти яйца не пропадут. Во-первых, они будут защищены от мороза, и вот из-за того, что лишайники имеют способность быстро набухать, они как бы будут не пересыхать, ни в морозе, ни под солнцем. Не забываем об этом. Ну, и потом, конечно, споры тоже так же сидят в лишайниках. Весной это все разлетается, и многие садоводы недоумевают, что борются-борются с болезнями, борются-борются с вредителями. Вот, как говорится, и нынче там. Нету прогресса, нету прогресса, ваши все заражены плодовые деревья. А начинать необходимо было с лишайников. Удалить лишайники, сделать здоровую кору, и тогда бы ваши деревья стали расти гораздо лучше. Значит, ну, давайте разберемся, как это сделать. Ну, как бороться с лишайниками. Вы уже поняли, какой вред они приносят подобным деревьям. Вот, поэтому будем с ними бороться. И почему это важно именно сейчас, в эту пору? Значит, осеннюю пору, осень, начало зимы, это такая пора, когда лишайники очень хорошо растут. Они растут, почему хорошо? Потому что есть росы, есть мелкие моросящие дожди, есть мокрый снег, который падает. Они могут развиваться даже при минусовых температурах. Они напитываются влагой, и они начинают подрастать. Они увеличатся в размерах. Но в эту же пору у них есть одна хелесовая пята. Поскольку они такие набухшие водой, эти лишайники, значит, слабо держатся за субстрат. В данном случае кора дерева. Ну, тоже так же на камнях, в эту пору их можно легко соскоблить. Именно в сырую, влажную погоду. В сухую погоду это сделать невозможно. Ну, и далее способы, очень легкие лишайники. Самые простые, это, конечно, механический способ. Вы можете взять, значит, дерево. Самое лучше, безопаснее будет взять деревянное, что-то дерево, и вот так соскоблить. Они хорошо соскобливаются, эти лишайники. Вот. Если у вас уже такая очень большая поверхность, с деревом невозможно знать, берем вот такую вот шеточку и проводим шеточкой. Только стараемся, значит, сильно не царапать. Шеточка убирает эти лишайники, но сильно не царапать, потому что не повреждать кору. Ну, кора, конечно, заживет. Рассельм пойдет на пользу это, но желательно сильно кору не травмировать. Далее. Мы можем позволиться подручными материалами. Нож обыкновенным ножом, тыльной стороной. Мы берем просто-напросто соскабливаем лишайники. Это тоже очень хорошо. Нет у вас ножа. Да вот посадочный совок. Он у вас всегда есть на участке. С совочком взяли. Совка всегда грани, как бы вот эти верхние грани, они всегда тупые. Просто тупые грани, опять же, соскабливаем эти лишайники. Это один способ. Далее. Значит, соскаблилили. Любой из этих способов подойдет к тому, что соскаблились лишайники. Соскабливаем, значит, со всех толстых ветвей. Со ствола, соскаблили. Ствол после этого надо обязательно побелить. Побелить раствором, которым есть известь. Соскабливаем раствором берем ствол, значит, у лишайника на стволе будет гораздо меньше. Но, опять же, есть нюансы. Есть нюансы, как на этой веточке видно, что, значит, ну, хорошо почистить толстую ветку. А вот есть такие маленькие веточки, маленькие, что тут как бы трудно. Ножом, и, во-первых, и утомительно не туда долезешь. Можно просто повредить эти веточки, если их расширчать. Значит, здесь мы воспринимаем их химическим способом. Химический способ уничтожения лишайника очень прост. Он давно придуман. Состоит в том, что лишайник обрабатывается после листопада или ранней весной, до распускания почек, раствором железного купороса. Не надо быть кулибинами. Что-то изобретать. Уже давным-давно установлено, что для ягодников и косточковых культур концентрация железного купороса составляет 300 грамм на 10 литров воды, а для семечковых культур, то есть яблони, груши и винограда, эта концентрация должна быть 500 грамм на 10 литров воды. Но не забывайте, такую обработку против лишайников, химическую, можно делать только дважды за сезон, то есть поздней осенью и ранней весной. Больше ее делать не рекомендуется, потому что вы можете поджечь почки, и ваше растение получит не только стресс, но и получит очень сильное ожоги. Так что боритесь с лишайниками на своих плодовых деревьях, будете бороться с лишайниками, вы будете бороться и с вредителями, и с болезнями, этот способ будет помогать, и вы будете получать хорошее урожае. А хорошее урожае – это то, что вам надо. Так что не пускайте отработанного самотеку, сейчас время позволяет, но и самое главное, не забывайте, что когда вы сшищаете лишайники, значит, под деревом желательно подослать то ли клеенку, то ли пленку, то ли любой материал. Почему? Лишайники нельзя оставлять на земле. Как бы многие думают, ну что же там такого? Значит, вот ученые опять же проводили опыты, и оказалось, что если почву, обычную почву покрыть лишайниками, даже вот они же не растут, просто покрыть, посыпать лишайниками, значит, в этой почве уже в сто раз уменьшается деятельность азотфиксирующих бактерий. Сто раз. Представляете, насколько они тормозят. Значит, далее, семена, если посеять семена и посыпать лишайниками, семена не прорастают, а если уже появились там сходы, значит, эти сходы получаются кривые и хилые. Так что вот как лишайники могут отрицательно действовать на высшие растения. Не забывайте об этом, поэтому оздоравливайте свой сад и получайте хорошие урожаи. До новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok